Всем тихой ночи. Во вселенной SCP время от времени появляются общие концепции. Некоторые мета-законы, по которым работает весь аномальный мир. Есть юмы, есть крикуны в структуре, но эти вещи объясняют какие-то элементы мира SCP. А есть такая штука как патофизика, и она объясняет сам мир SCP. Патофизика существует в реальности, и это такая псевдонаука, которая, в отличие от других псевдонаук типа астрологии, не претендует на то, что она настоящая наука. А напротив, патофизика предельно ненастоящая по своей сути. Большинство патофизиков относятся к ней как к очень сложному приколу, а законы этой ироничной дисциплины — это по большей части каламбуры и шутки на основе философии разных настоящих наук. Однако патофизика не является набором случайной чуши, которую несут серьезным лицом, как может показаться на первый взгляд. В ней есть своя особая философия. И есть в ней кое-что, что сделало появление патофизики в мире SCP почти неизбежным. Постулат о том, что патофизика — это наука о законах, управляющих исключениями, то есть аномалиями. Если завтра вместо обычного солнца взойдет такое, которое превратит всю жизнь на Земле в единую массу плоти — это патофизика. Если статуя из бетона вместо того, чтобы просто стоять, начнет ломать шеи — это патофизика. Патофизика описывает мир, которого нет и не может быть. Вымышленный мир, который при этом дополняет реальность. Очевидно, что мир SCP полностью подходит под это определение, потому что многие штуки из SCP, будучи несуществующими, основаны на чем-то реальном. На реальных вещах и событиях, как бы их дополняют. Еще патофизика говорит, что то, что противоречиво, то истинно. А уж сколько взаимоисключающих параграфов в SCP считаются каноничными — даже не сосчитать. Внутри вселенной SCP идея того, что мир SCP вымышленный, и некоторые персонажи это понимают, начинается еще с SCP-001 — база данных, где оказывается, что SCP-001 — это все те писатели, что пишут объекты. В разных рассказах персонажи время от времени понимают, что они внутри придуманы кем-то истории, особенно Доктор Клев. За этим он был часто замечен. Однако первым объектом, в котором эта тема начинает по-настоящему раскрываться, был SCP-2747. На первый взгляд, все довольно просто. Суть объекта в том, что люди независимо друг от друга описывают разные произведения, которые попросту не существуют. Однако в дальнейшем выясняется, что такие истории существовали, книги были написаны, фильмы были сняты, но затем просто пропали из реальности. Стерты из самого существования, оставив после себя лишь воспоминания о них отдельных людей. Так случилось потому, что в них были элементы истории, которые были названы анфабулой. И если в какой-то истории есть анфабула, то история пропадает. Однако касается все это только художественных произведений внутри мира SCP. Пойдя дальше и открыв то, что законы литературного повествования — это то, на чем мир SCP по факту держится, фонд создал отдел патофизики. И начав свою работу, этот отдел обнаружил, что время от времени объекты имеющиеся в фонде просто пропадают вместе со всей документацией по ним. Находясь в нашей с вами реальности, мы понимаем, что так происходит, потому что некоторые статьи SCP иногда удаляют и заменяют другими. По разным причинам. Однако ученые SCP, даже осознав патофизическую природу своего мира, не могут понять этого в полной мере, потому обозначили это явление как SCP-3309. Сотрудники SCP смогли создать общий перечень признаков того, какие объекты подвергаются влиянию SCP-3309 и пропадают. Это объекты с избыточными условиями содержания, не имеющими отношения к свойствам самой аномалии. Огромная сила объекта, некачественная документация, с орфографическими и стилистическими ошибками. Мы бы с вами сказали, что суть в том, что объект плохо написан, потому его и удаляют. Вот и весь 3309. Но персонажи, живущие в вымышленном мире, так не могут. Зато они заметили одну закономерность. Вымышленные истории отличаются от реальных тем, что в них всегда есть четкая сюжетная линия. Все служит повествованию. Они грамотно написаны. В нашей реальности такого нет. События реальной жизни более-менее достоверно описывает только теория вероятности. Практически все происходит случайно. Всем управляет вероятностью статистика. А каждый общий закон или принцип, который придумывает человек, имеет миллион исключений. Да и если записать историю жизни большинства людей, это будет просто нагромождение слабо связанных между собой фактов и непоследовательных действий. Никакого сюжета. Да и большинство красивых биографий, редких выдающихся личностей, если разобраться, очень сильно приукрашены. В вымышленных же историях все не так. Потому что кто бы стал писать, и тем более читать повествования без сюжета и смысла. Людям это не нравится. Потому они придумывают смысл жизни, законы мироздания, в худшем случае начинают верить в судьбу и удачу. И, конечно, люди придумывают художественные истории. Придуманные истории должны иметь сюжет, интересных персонажей. Все должно быть стройно и логично. Суть SCP-3309 в том, что ученые отделы патофизики осознали, какой именно должна быть документация, чтобы статья не пропала из мира SCP. Или напротив. В ней появилась загадочная фраза. Статья набрала критически низкий рейтинг и будет удалена через сутки. После которой объект пропадал из их реальности. Ведь в реальности SCP есть место только для объектов с хорошо написанной документацией. Был проведен эксперимент. Все документы по одному из объектов были переписаны так, чтобы содержать максимум повествовательных логических грамматических ошибок. И случилось именно то, что ожидалось. Объект пропал из реальности SCP. Однако, кроме этого, из реальности пропали и связанные с ним сотрудники. Ведь они больше не нужны для сюжета. Конкретно пропал исследователь Смол. Прокрутив до конца объекта SCP-3309, мы видим, что файл SCP резко меняет свой формат и начинает выглядеть как обсуждение статьи на форуме сайта. При этом в этом обсуждении участвует тот самый доктор Смол, который теперь существует в виде формного персонажа на самом сайте SCP-вики. Таким образом, Смол совершил патофизическое пробуждение из вымышленного мира SCP в реальный. В чистом виде патофизическое пробуждение показано в SCP-1304. Этот объект представляет собой определенный способ убийства литературного персонажа, который приводит к тому, что в мире SCP рождается человек, который абсолютно идентичен этому персонажу и проходит очень похожий жизненный путь. Такое пробуждение совершает и множество других персонажей. Тот же Горфилд SCP-3166 и SCP-993 Клоун Помпон. Но об этом уже было видео. Тут патофизика соединяется с идеей крикунов в структуре. Внутри мира SCP крикуны в структуре происходят из уничтоженных вселенных. Это своего рода души тех, кто эти миры населял. В ходе своего патофизического пробуждения они появляются в мире SCP как персонажи из других произведений. Однако история ученого SCP Смолса идет дальше, потому что получается, что он стал крикуном в нашей реальности. В рассказе под названием «Бездна заглянет в тебя» описывается существование Смола после событий SCP-3309. Его место пребывания – это пустота, которая находится между вещей, что очень похоже на бытие других крикунов. Все это не осталось без внимания отдела патофизики, который обнаружил огромные возможности влияния на свой мир путем такого вот отправления сообщений на форум сайта SCP. В рассказе Operation Overmeta говорится, что этим отделом была проведена операция «Плоский горизонт», и в этом названии заключена ссылка на пост на форуме сайта SCP, где участник обсуждения под ником RGBR, говорит, что необходимо соединить разрозненные истории на сайте SCP между собой, чтобы они составляли единую вселенную. В результате успеха этой затеи разные мелкие миры SCP начали собираться в мультивселенную, которую мы знаем сегодня. Причем это же все происходило с реальным сайтом SCP в первую очередь. Так что вот вам и слом четвертой стены, если не сказать полный ее разбор. После этого сотрудники отдела патофизики изучили различные связанные с другими вымышленными историями SCP объекта и фактически стерли границу между миром SCP и другими литературными вселенными. А еще они, да, как обычно SCP это и делает, создали МОК, который полностью состоит из персонажей различных произведений. Среди новых объектов 6 тысячи появляются намеки и на то, что отдел патофизики пытается влиять на ноосферу, запуская туда различных вымышленных существ, из чего определенно может получиться интересная история. В общем, отдел патофизики это попытка фонда SCP разобрать четвертую стену полностью, практически без остатка, да еще и используя штуку из нашего реального мира, что особенно красиво. Всем пока!